Приветствую вас и давайте попробуем разобраться с вашей проблемой Давайте попробуем подыскать вам выход из вашей ситуации И подробно выяснить, что это с вами произошло Ну, во-первых, надо сказать, что на момент записи данного ответа У вас было три комментария от отличных экспертов И, соответственно, во время записи этого ответа Комментариев будет больше, скорее всего И к моменту, когда вы эту запись уже сможете прослушать Скорее всего, отзывов будет довольно много на ваш вопрос И я думаю, что может быть повторение Тем не менее, первое, что мне хочется сказать Это то, что, вот прям без дальних предисловий Это то, что с психоаналитической точки зрения Все это вследствие ваших детско-родительских отношений То есть, начальник, директор и так далее Это всегда отец И ваш страх по отношению к начальнику Это всегда страх кофе Скрытый, неявный, бессознательный и так далее И давайте подумаем с вами сразу так У вас есть два основных симптома Первый симптом – это страх перед начальником Перед людьми высшего ранга Как вы и сказали А второе – это закрытость в новом коллективе И, как вы, наверное, уже догадались Эти два симптома, они имеют с собой святых То есть Подавляющий отец И, как следствие Ребенок, имеющий, ну, некоторые проблемы Скажем так С социализацией Ребенок, имеющий некоторые проблемы Скажем так С налаживанием контактов с людьми Потому что Авторитарный отец Как правило Подавляет И подавление это, оно полезно для Жизни внутренней семьи Но Зачем не полезно для Сонастоятельной какой-то жизни Вот Соответственно Нескородительские отношения Разбор, аналитескородительских отношений И так далее Это первое, что вам Нужно сделать Второе Что вам нужно сделать Это Стараться подумать Стараться подумать Что же все-таки Что же все-таки Стоит за начальством То есть Чего именно вы боитесь Человек боится всегда Неуверенности в себе Человек боится всегда Всегда Неопределенности Нестабильности Какой-то Да Вот И если у вас Возникла такая проблема То Соответственно Где-то в чем-то вы Неуверенны Где-то в чем-то вы теряете Свою стабильность Надежность И так далее И именно Именно Это Выращается в форме страха Трак это защитная рация И нужно понять От чего вы Защищаетесь Это невозможно Естественно Сделать Кроме как Бесед с вами Во время бесед с вами Вот Значит Это вот Психоаналитическое Такое Видение Вашей проблемы Да Что здесь Как и любое Психоаналитическое Направление Оно нацелено На Взаимодействовать С клиентом То есть Нужно Вам Регулярно Нужно Записываться На Регулярную Терапию И С помощью Психолога Искать себе Причины Страха То есть Там посмотрели Там посмотрели Там посмотрели Там посмотрели И так далее А далее Вот процесс Эти бесед Вы будете бояться Меньше 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 Потому что Обычно Страх Появляется На На Основании Аффективного Переживания Аффективного То есть Ярко Эмоционального Переживания При Последующем Невыражении Суд Аффективного Аффективного Переживания Но Не был Выражен Вовне Не было Прозита Эмоция Эмоция Осталась Внутри Человека И Соответственно Она не Опредметилась И Вследствие того Что она не Опредметилась Образовались Образовались Ложные Понятия Которые Собственно И привели К Образованию Страхов То есть Там где Нужно Там где Нужно Защищаться Там где Нужно Защищаться Да Вы либо Делаете Либо нет Там где Не нужно Защищаться Вы Защищаетесь Вот Это Опять же Следствие Ложных Каких-то Понятий Которые У вас Образовались Из-за Вот Такого рода Ситуации Но Какие Именно Ситуации Конечно же Сказать Сложно Потому что Нужно Разбираться Нужно Ваше детство Разбираться Нужно Вспоминать Самые Яркие Ваши Переживания Ну и так далее То есть Это Довольно Серьезная Работа Ну и Самое Что важно Это Работа Регулярная Вот Дальше Следующий Момент Следующий Момент Он На Самом Деле Касается В большей Степени Взгляда Ситуацию Как Некий Социальный Конфликт Некое Социальное Противоречие То есть Смотрите Очень часто Субъекты Социальных Отношений Демонизируют Начальство Демонизируют Демонизируют Его То есть Как бы Говорят Что вот Начальники Это Такие Вот Плохие Люди Которые Столько И преследуют Цель Чтобы Как-то Унизить Задеть Обесценить Там Итоговить Самоузердиться Оскорбить И так далее Иначе Это Вообще Отдельная Каста Людей Которые В общем-то Ну Отдалены От Общества И вообще Это Люди Очень Страшные Вот Китая Подобная Иерархическая Структура Вам 27 лет Как правило Подобная Структура Нисходит От Родителей Нисходит От Родителей То есть Именно Родители Воспитанные В Советских Реалиях Подобные Вещи Продвигают Говорят Что Вот Начальники Это Такие Люди Которые Сильные Миры Всего Ну И так далее И так далее И так далее Там все Довольно Сложно Там Довольно Все Сурово Там Довольно Все Однозначно Вот И если Вы Опять же Росли Воспитывались Среди Вот Таких Родителей Которые Вам Внушали Под Подобное Отношение К Начальству Начальству То Нет Ничего Удивительного В том Если Вы Теперь Его Боитесь Боить То Демонизирование Демонизирование Демонизация Младшинства Передалась От Родителей Вам И Естественно Естественно Вы Думаете Так Послазна Даже Если Вы Не Согласны С Сознательно То Подсознательно Вы Все Равно Скорее Сего Думаете Так Как бы Вы Вы Живите Не Можете Подбегать Сомнению То Что Говорят Ваши Родители Например Наверное Нет Ну И Соответственно Подобная Реакция И Идет И Тогда И Тогда И Тогда Значит Исходя Из этого Можно Делать Вывод Что Опять Это Своего Рода Росстановка Родителей И Неверные Социальные Социальные Понятия Понятия О Социальных Ситуациях Да Здесь Соответственно Социальная Психология Вам Поможет Опять же Правильные Понятия Увидеть И вообще Научиться Правильно Относиться К Начальникам Перестать Видеть У них Каких-то Демонов А увидеть У них Обычных Людей Вот Но Это Естественно При Опять же Регулярной Работе То 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 Это Это Убеждение То Если Вы Так Если Вы Большое Количество Времени С этим Жили То Понятно Что Сразу Сразу Это Не уйдет Это Нужна Работа Длительная Работа Над Переоценкой Ваших Ценностей Над Переоценкой Того Что Вы думаете О Начальстве Своем И так Далее Это Такой Вектор Направления Работы И Далее Идем Это Неуверенность В себе То Вы Боитесь Начальства Потому Что Вы Инфективно Чувствуете Что Например Более Скажем Более Низко Более Низко Находитесь По Обношению Низко Социальное Положение По Сравнению С Начальством Например И Вы По Этому Поводу Чувствуете Себя Неполноценным И Затем Боитесь Что Люди Начальники Например Будут Видеть Вас Скажем Ну Будут Видеть Вас Например Ничтоженство Например Принижать Вас Будут И так далее Опять же Подобное Идет Из Неуверенности И Здесь В первую очередь Нужно сказать Следующее Подобное Отношение Оно Вырабатывается Не просто Так Сказалось бы Что Может быть Проще Я Неуверен Перед Начальством Потому Что У меня Действительно Меньше Там Достижения У Начальства Достижения Одни А У меня Другие Естественно Я Детую Себя Ниже Вот И что в этом Такого Когда Просто Достичь Чего-то Просто Добиться Каких Результатов Своей Деятельностью Здесь Правда Вопрос встает О том Ради чего И для чего Вы работаете Но это Немножко другой Вопрос Не относится К тому Что вы Именно Спрашиваете На самом деле Проблема Она Несколько Более глубоко Находит В этом Контексте И В первую очередь Связана она В тем Что вы Не принимаете Другого Другого Человека Не принимаете Грубо говоря Своего Начальника Вы Не принимаете Начальства Вы Не принимаете Людей Которые Находятся В этом Положении В этом Кресле Да Кресле Начальницком И Сказалось Бы Сказалось Бы Почему Вы не принимаете Потому что Человек стоит Выше вас Да Но В действительности Проблемы Несколько Иного Типа Вы не принимаете Начальника Потому что Вы не принимаете себя Ведь Начальник Это Что Это Такой Человек Как Вы Но Вы не принимаете И не принимаете Вы его роль Которая Он находится Если Вы не принимаете Его роль Значит Вы Отношение с другими людьми, это отношение к самому себе. Вот как вы относитесь к самому себе, так же вы относитесь к другим людям. И то, что вы не можете принять значения, это означает, что вы не можете принять себя. Опять же вопрос возникает, а почему вы не можете принять себя? Что в этом слотного принять себя? Ответ на этот вопрос Опять же Нужно искать в детстве Что ваши родители Либо Не смогли вам Дать Того что Себя нужно принимать Любым Либо они все время Заставляли вас кем-то быть Стимулировали вас Потому что вы Кем-то были И тем самым вы Испытывали И возможно испытываете Сувство вины Из-за того что не можете быть тем Кем они хотели бы вас видеть Вот Значит Либо у вас что-то В детстве В подростковом возрасте Произошло Такого Произошло Такого Что Вы Закрепились В своем Понимании Себя Как человека Которому Запрещено Обладать Какими-то Чертами Характером Вот вы говорите Вот Я боюсь Что он Видит Что я Там Что у меня Дрожат руки Например А все таком И страшно Дрожат руки Ну и что Почему Вы Запрещаете Себе Это принимать Почему Вы Запрещаете Себе Это Чувствовать Что в этом Такого Что в этом Дурного Что в этом Негативного Да Вот И вот Собственно Об этом Я и говорю Что Не принимая Себя И запрещая Себе Принимать Какие-то Чувства В себе Вы То же Самое Делаете По отношению К другим Людам И не принимая Других людей И испытываете Серьезные 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 Трудности Именно Именно Вот По этой Причине Значит Собственно Если Я Справ То Вам В таком Случае Нужно Подумать В чем И Почему Вы Себя Не Принимаете И Менять Свои Представления О себе И Соответственно Если вы Будете Принимать Себя То Вы Сможете Принять И Других Людей Толст Как Как Это Сделать Как Принять Себя Здесь Вам Нужно Поработать Со своими Качествами Которые Вы Считаете Справед Негативными СобСем 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 Руке Которой Вы Владеете Лучше Вы Вы Выписываете Качества Положительные СобСем СобСем Вы Выписываете Качества Отрижательные И Смотрите Значит Какие Качества У Вас Больше Вот на тех качествах, которых у вас меньше, вы обращаете своё внимание и смотрите, почему их меньше. После того, как эти качества выбрали, после того, как эти качества вы выписали, вам необходимо напротив каждого качества выписать антипод. То есть противоположное качество. И когда напротив каждого качества будет своя противоположная, так сказать, и поставь, да, своё противоположное воплощение, вы смотрите над вас в парах качеств, одним словом, что и будет являться вашей характеристикой. И вот характеристику стоит понимать обобщенно, как некую черту этого черта, и эта черта не является ни хорошей, ни плохой. Она просто и есть. И в разных ситуациях, в разных условиях она проявляется то с положительной, то с отрицательной стороны. Но опять же, положительная отрицательная сторона здесь, это не более чем субъективная оценка, субъективное восприятие того, что с вами происходит. И не более, и не более. Естественно, с качествами нельзя работать механически. То есть в обязательном порядке нужно, чтобы вы, во-первых, прочувствовали каждое своё качество, которое будете выписывать. Почему именно оно? Почему оно отрицательное? Как вы к нему относитесь? Как оно проявляется? Все эти вопросы нужно вам отвечать. Таким образом вы будете формировать более истинное, более правильное, менее зашоренное, менее субъективированное впечатление о себе. И это пойдёт вам на пользу на самом деле. И к концу такой работы, а эта работа довольно напряженная, ну в зависимости от того, конечно, насколько активно вы даёте обратную связь, то есть если вы активно участвуете в разговоре, то это работа длительная. Значит, на выходе мы получаем вас с изменённым представлением о себе и как следствие принимающего себя, ну или вступающего на путь принятия себя, и это значит имеющего возможность для принятия других, опять же, людей. То есть если вам кажется более предпочтительным это направление, то, соответственно, именно в этом направлении и можно будет работать. Но в обязательном порядке, то есть в обязательном порядке что-то нужно выбрать, либо это психоанкетическая работа, либо это вот социальный уклон, либо это вот, собственно, работа с личностными качествами, вашими. То есть что-то вот одно из этого, либо может быть даже собственно, может быть даже несколько, то есть несколько вполне себе можно направлений взять. Опять же, если у вас, если у вас есть такое желание, все упирается в желание. Вот. Ну и собственно небольшая такая будет вам подсказочка. Я надеюсь, что это станет отравной точкой к любому вашему направлению. Небольшая подсказочка будет звучать так. Вот вы боитесь, вы защищаетесь. От чего защищаетесь. То есть, когда вы оказываетесь в ситуации с начальством, да, когда вы оказываетесь в ситуации с высостоящим чиновником, что объединяет эти все ситуации. Просто все эти ситуации что объединяет для вас? Какой субъективный аспект? Подумайте, чем так страшно для вас пребывание рядом с начальником. Вам нужно опредметить свойства. Вам нужно опредметить свойства. Это первое. Второе. Чего вы ожидаете от начальника? То есть, какого поведения вы от него ждете? какого поведения вы боитесь от него увидеть? Какое поведение вы проектируете на него? То есть, как вы ждете, во всем поступок? Почему именно так? Чем это опасно для вас? именно для вас какие негативные последствия это поведение влечет? Постарайтесь подумать. Это важно. Далее. Так ли страшно? Так ли страшно для вас наступление этих последствий? не преувеличиваете ли вы значение этих последствий для себя? Это такой момент и теперь мы переходим к к вашей невозможности скажем так общаться с другими людьми на работе к вашей невозможности взаимодействовать именно с ними здесь тоже важный нюанс давайте по-моему читаем что вы пишете вообще обратил внимание по себе что когда в новом коллективе ведут себя закрыты голос даже другой когда кого-то прошу или спрашиваю что-то об этом вы рассказали совсем чуть-чуть но то что коллектив вас подавляет это тоже довольно периодный момент и мне бы хотелось знать чем конкретно вы руководствуетесь когда испытываете подобное состояние что мешает вам раскрыться по отношению к коллективу страх осуждения неуверенность в себе и так далее почему вы говорите о таких вещах как например кого-то что-то прошу кого-то кого-то о чем-то спрашиваю и так далее чем это вызвано опять же то есть вы выставляете себя в некой такой просящей роль некой такой принижающей себя можно сказать роли и вопрос заключается в том с чем это связано почему принижение почему роль просителя откуда она эта роль спросить у вас вот я полагаю что на этот вопрос тоже нужно вам найти ответ потому что начальство это одно а вот небольшие скажем так проявления социофобии это уже совсем другое это куда более серьезно на самом деле проявление ваших страхов и проявление ваших проблем на мой взгляд ситуация довольно серьезно и я бы не стал затягивать ее решение кроме того вы сказали о том что у вас одна из психологических проблем конечно не исключено что вы может быть не первый раз уже на нашем ресурсе и может быть вы уже задавали вопросы или может быть планируете задать еще один вопрос я конечно этого знать не могу но совершенно точно я могу вам сказать что если вы знаете если вы в курсе что у вас есть несколько психологических проблем то они могут быть между собой связаны и обозначение всех психологических проблем которые по вашему мнению у вас есть окажет лишь самое положительное влияние на помощь вас потому что будет более полная картина вашей ситуации более полное представление о ваших жизненных обстоятельствах и мы сможем более превентивно вам помочь более конкретно более направленно более узко направленно скажем так потому что вот видите вы рассказали про такую проблему как страх начисто и признаки социо фобии но откуда это появилось появилось это скорее всего откуда-то из детства либо из определенных переживаний соответственно это тоже в своем роде психологическая проблема и нельзя работать с психологическими проблемами изолированно нельзя вести себя с человеком так как будто у него только одна проблема ту которая надо лучше может быть и другие проблемы и человеку лучше о них рассказать чтобы психолог об этом знал и корректировал свое поведение свои рекомендации свою беседу и так далее я думаю что именно так можно ответить на ваш вопрос подозреваю что у вас есть проблемы и с построением личных отношений то есть с построением отношений с женщинами вот подозреваю что вы ну вот вы здесь написали что до 27 лет то есть у вас скорее всего нет семьи вот и это тоже является проблемой психологической потому потому что то как вы реагируете на своего нажальника например заставляет меня делать вывод о том что вполне возможно вы можете также реагировать и на других людей далее 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 я вам хотел сказать такой момент что в соседнем тупике в разделе вит вопросов в разделе вит вопросов есть такой вопрос который называется «Как мне перестать волноваться и бояться» чтобы мне не повторять вот то что я довольно подробно говорил там вы можете открыть этот вопрос и прослушать мою аудиозапись там благо вопрос публичный и соответственно аудиозапись также публичная посмотрите тот ответ послушайте его он даст вам некие некоторые упражнения которые вы можете применять для себя на практике для того чтобы снизить влияние на вас вашего страха понятно что без работы с причинами страха ситуация не изменится но как вариант вполне нормально поэтому все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до субтитры до субтитров до субтитров субтитры